Итак, господа, в этом видео мы с вами будем говорить про то, что такое промиссы, как они работают, зачем они нужны и что вы вообще можете делать с промиссами. Но перед тем, как мы начнем, я напоминаю, что подписка на данный канал, лайки под этим видео, комментарии помогают в продвижении подобного контента. Также не забывайте добавлять меня, друзья, в ВКонтакте. И в описании к этому видео есть ссылка на Patreon, где вы можете поддержать выход подобного контента. И когда мы разобрались с организацией, давайте приступать к промиссам. В прошлом уроке мы с вами говорили про то, как вообще работает в JavaScript асинхронность на примере колбэков. И сейчас давайте сделаем небольшую эмуляцию работы с сервером через асинхронность и через подход колбэков. Как это будет выглядеть? Допустим, для начала я в консоль лог буду выводить сообщение. Например, request data. То есть данным консоль логом я буду говорить, что мы как будто бы делаем сейчас асинхронный запрос на сервер. Далее мы знаем, как уже работает асинхронность. Мы можем ее вызвать с помощью метода setTimeout, который поступает нам из браузерного API. И в первом setTimeout мы как будто бы будем находиться на сервере и говорить, что мы готовим некоторые данные. То есть здесь в консоли я буду выводить «preparing data». То есть как будто сервер делает запрос к базе данных и получает некоторые данные. Ну и, например, он будет это делать 2 секунды, то есть для наглядности. Здесь как будто бы с бэкэнда мы получим некоторую константу, которую я назову «backend data». Например, это будет объект, у которого будут какие-нибудь поля. Например, сервер, AWS, допустим, порт 2000. Ну и, например, статус working. Ну то есть какие-либо данные, на самом деле это не принципиально, просто тоже для наглядности. На этом этапе сервер подготовил некоторые данные, и дальше потребуется некоторое количество времени, чтобы отдать это обратно клиенту. Мы также эмулируем асинхронность с помощью setTimeout, поэтому здесь я пишу внутри setTimeout. Передаю сюда функцию callback. Допустим, тоже это будет занимать 2 секунды. И здесь мы будем выводить в консоли следующее сообщение — data.received. И сюда будем выводить backend data, которую мы как бы получили с сервера. Но перед этим давайте еще сделаем определенную манипуляцию. Допустим, объекту backend data мы зададим какой-нибудь новый ключ, например, modified равно true. Ну то есть сделаем определенную манипуляцию. Сейчас, если мы посмотрим в браузере на приложение, то увидим следующий результат. То есть вначале у нас идет request data, потом идет подготовка даты, и дальше мы получаем сообщение, что дата была получена. И здесь мы получаем тот объект, неправильно написал status working, где мы получаем, в общем, все те данные, которые пришли нам как бы с базы данных. И на самом деле мы реализовали такую последовательную асинхронность с помощью callback. То есть мы используем первый callback, где описываем логику, дальше идет следующая асинхронность, мы используем еще один callback, и внутри мы уже реализовываем наш функционал. Чем плох данный подход? Тем, что мы получаем достаточно большую вложенность. То есть у нас есть первая вложенность, когда мы передаем callback, есть вторая вложенность. Если бы у нас была еще какая-то асинхронная операция, у нас была бы еще одна вложенность. И так мы получаем большое количество callback внутри других callback. И, соответственно, чем сложнее манипуляции, то есть, допустим, нам нужно сделать три запроса к серверу и потом только объединить все данные, у нас будет достаточно много callback внутри друг друга, и такой код поддерживать достаточно сложно. Так вот, промисы пришли для того, чтобы решить данную задачу и упростить работу с асинхронными операциями. Поэтому я закомментирую все, что у нас было в приложении. И сейчас мы сделаем то же самое, только уже с помощью промисов. Как промисы работают? Для этого нам достаточно создать новую какую-то переменную. Называть ее можно как угодно. Например, я назову ее p. И в JavaScript присутствует глобальный класс, который называется promise. New promise. То есть мы создаем некоторый instance от класса promise. Это класс, в конструктор которого мы должны передать callback, то есть функцию. Я давайте для наглядности напишу здесь function, что если вдруг вы еще не привыкли к стрелочным функциям, чтобы было более очевидно, что здесь происходит. Данная функция, она как параметр принимает в себя два аргумента. Первый аргумент называется resolve. И второй параметр называется reject. И два этих параметра являются также функциями. И сейчас мы поговорим, как их использовать. Теперь мы получили нашу функцию callback в конструкторе класса promise. И внутри данного callback мы должны написать какой-то асинхронный код. На самом деле можно и синхронный писать, но в этом нет никакого смысла. Поэтому мы здесь пишем обычно какой-то асинхронный код, который мы будем выполнять. То есть в нашем случае мы можем также воспользоваться, например, setTimeout. Например, setTimeout. Сюда мы передаем callback, потому что так работает функция setTimeout. Значит, у нас уже есть console.log.request.data, поэтому на данном этапе мы будем делать эмуляцию того, что сервер готовит некоторые данные. Будем здесь создавать объект backend.data. Передадим количество миллисекунд в setTimeout, то есть 2000. И все, в принципе. То есть у нас есть некоторый асинхронный код, который мы обернули в promise. Теперь как нам работать с этим объектом и как нам вообще получить доступ до вот этих данных. Потому что нам нужно сделать еще одну асинхронную операцию и как будто бы отправить на клиент обратно эти данные. Для этого как раз таки и существуют функция resolve и функция reject. Функция resolve вызывается тогда, когда закончена асинхронная операция и причем она закончена успешно. В нашем случае setTimeout мы в него передаем функцию callback и данная функция вызывается, когда асинхронная операция закончена. Поэтому здесь, где мы создали объект backend.data, мы просто вызываем функцию resolve и таким образом мы говорим нашему promise, что он завершил свое выполнение. И на этом все. Теперь у нас есть переменная p, которая на самом деле является promise, потому что мы ее получаем из класса promise. И у каждого promise есть определенный набор методов, которые мы можем использовать. Мы можем обратиться к нашему promise и вызвать у него метод, который называется then. То есть читается это когда. Promise когда выполнится. В метод then мы передаем также функцию callback. Допустим, я здесь уже использую стрелочную функцию, но вы смело можете писать здесь слово function. И данный callback будет вызван тогда, когда закончится некоторая асинхронная операция. То есть будет вызван метод resolve. И здесь мы можем написать пока что временно, допустим, console.log promise.resolved. Давайте оставим все в таком виде. И если я сейчас обновлю страницу в браузере, то вначале мы получаем request.data, потом мы получаем сообщение preparing.data, и только после этого мы получаем сообщение promise.resolved. То есть когда прошла некоторая асинхронная операция, мы сразу же попали в метод then. И на самом деле это все. То есть мы сообщили promise, что он завершился, и был вызван метод then. Теперь давайте допишем функционал для того, чтобы он работал как и раньше, на примере с callback. Но для этого нам нужно использовать еще одну асинхронную операцию. То есть сделать некоторую модификацию над датой, и после этого сообщить, что дата была получена. И в принципе мы это можем сделать прямо внутри then, но для этого нам потребуется доступ до вот этой back-end data. Так вот, чтобы получить доступ до этой back-end data, мы можем просто передавать ее в метод resolve. И данный параметр будет получен в методе then, как просто, например, объект data. Мы можем в этом убедиться, если выведем ее в консоль. Обновлю страницу. И, как видите, мы получаем здесь те данные, которые как будто бы пришли с базы. Теперь повторим асинхронную операцию. То есть, по сути, напишем все то же самое. Например, я создам переменную p2. Это будет новый promise, в который мы будем оборачивать еще одну асинхронную операцию. Здесь я уже воспользуюсь стрелочной функцией. Здесь я напишу resolve и reject. Это то, что принимает promise. Далее нам необходимо сделать асинхронную операцию внутри promise. И здесь давайте немножечко поправим ситуацию. Значит, у нас тут есть объект уже data, который нам необходимо изменить. Поэтому мы делаем dataModified равно true. После этого, вместо того, чтобы выводить в консоль backend data, это я пока закомментирую, здесь мы будем сообщать promise, что он завершился. Поэтому здесь мы вызываем метод resolve, куда просто передаем объект data. И дальше, внутри этого promise мы можем обратиться к p2. И когда он будет выполнен, мы будем получать некоторый объект data. Давайте лучше назовем его здесь, допустим, client data. Потому что у нас тут уже есть переменная data, и лучше ее не использовать. И здесь мы напишем в консоли data received, и будем выводить сюда client data. Теперь, если мы сохраним то, что получилось, и одновременно страницу, смотрите на приложение. Request data, preparing data и data received. То есть мы получаем здесь те же самые данные, плюс тут есть флаг modified true. То есть это означает, что мы правильно модифицировали данные, но теперь логика нашего приложения работает через промисы. И все было бы хорошо, но вы можете меня очень справедливо спросить, зачем нам эти промисы нужны? Потому что, по сути, у нас ровно такая же вложенность. У нас есть первый callback, есть второй callback, где мы пишем какую-то логику. И, по сути, промисы нам тут не сильно-то помогли. Но здесь есть один ключевой момент, который как раз-таки и дает промисам преимущество над callbackами. Безусловно, мы можем делать подобную вложенность, но это, как видите, существенно совпадает с тем, что мы бы делали до этого. Однако внутри метода then, вместо того, чтобы создавать еще один промис и обращаться к новому промису, мы можем упростить эту ситуацию. И вместо того, чтобы создавать новую переменную, мы можем возвращать из этого then, допустим, новый промис. Теперь нам этот кусок кода не нужен. То есть в then мы получили некоторые данные. Далее мы возвращаем новый промис. И теперь мы, грубо говоря, не создаем новую переменную для промисов, но после метода then мы можем также вызвать метод then, потому что мы здесь возвращаем некоторый промис. И здесь мы получаем уже новую дату, которую мы положили в метод resolve. То есть здесь мы можем получить client data и сделать то же самое. То есть вывести в консоль client data. Теперь я убираю переменную p2. Она нам больше не нужна. Однако если мы обновим страницу, то вы увидите, что приложение работает ровно так же. И по сути в этом и заключается прелесть промисов, что на самом деле, как видите, у нас всего лишь один уровень вложенности. То есть мы не создаем коубеки внутри коубеков, мы все время находимся в одном методе then. Причем читается это намного лучше, чем обычные коубеки. То есть сразу же понятно, что когда промис выполнится, мы делаем следующую асинхронную операцию. Когда она выполнится, тогда мы уже делаем те манипуляции, которые нам нужны. Плюс удобно, что объект p можно передавать куда угодно. То есть, например, если вы используете систему модулей, то его можно передавать между различными модулями, передавать между функциями. И просто с помощью функции then говорить, что нужно сделать, когда промис будет выполнен. Помимо этого, в методе then мы можем также чейнить, то есть подобная запись через точку называется chain, от перевода слова chain в цепь. Мы можем также передавать и какие-то модификации над данными. То есть, например, здесь мы можем, допустим, преобразовать client data и сказать, допустим, давайте здесь client data, например, from promise равно true. То есть мы можем как-то изменять эти параметры и возвращать из метода then этот объект. И в следующем методе then мы будем то же самое получать новый объект data, например, и в консоли его выводить. То есть не обязательно возвращать промисы в then, можно возвращать обычные данные и последовательно их модифицировать. Допустим, здесь я напишу modified data. Если мы сохраним, то мы сейчас получим в консоли два раза дату. Да, то есть вначале у нас была первая дата и потом в консоли modified вторая дата, где есть все необходимые поля. В принципе, здесь мы можем даже удалить этот консоль log. Чем еще хороши промисы? Тем, что, например, когда мы работаем с какими-то синхронными операциями, у нас могут происходить ошибки. То есть, например, сервер не ответил или мы отправили не те данные, и сервер не может понять, что же мы от него хотим. Если мы используем подход callback, то нам приходится проверять кучу, добавлять кучу if. Например, если статус равно 404, то тогда не показывать данные, а выводить ошибку. И все это не очень удобно. Однако в промисе присутствует еще один специальный метод, который мы можем добавлять, в принципе, куда угодно, который называется catch. И в случае, если есть какая-то ошибка, то тогда мы будем попадать в метод catch с некоторой ошибкой. И здесь, допустим, в консоль error выводить эту ошибку. Давайте здесь для наглядности напишем error. Если мы обновим страницу сейчас, то у нас не будет никаких ошибок, потому что мы работаем с таймаутами, и, как видите, все выводится корректно. Но, допустим, если мы во втором setTimeout предположим, что что-то пошло не так, и вместо метода resolve мы вызовем метод reject, то есть сообщим, что у нас была какая-то ошибка, если мы сохраним, отдаем страницу, то мы увидим, что мы получаем в консоли сообщение, что у нас есть ошибка. Причем здесь написано error, это вот эта строчка error, и дальше присутствует объект, который мы передавали в метод reject. То есть, по сути, меняя просто методы resolve и reject, мы можем либо говорить об успехе промиса, либо об его неуспехе. И тогда мы можем его обрабатывать. Но, мне кажется, корректнее будет переместить метод catch в конце. Давайте посмотрим, избавит ли это нас от одной ошибки. Да, сейчас, как видите, если метод catch мы ставим в конец, то у нас появляется всего лишь одна ошибка. То есть, нет вот этих модификаций, потому что мы сюда не передаем некоторые данные. Теперь я верну это все на resolve и оставлю в таком рабочем состоянии. Помимо этого, в промисах также присутствует еще один метод, которым мы можем пользоваться, и который называется finally. Данный метод будет вызван в любом случае. То есть, вне зависимости от того, была ли ошибка или был ли успех, данный метод в любом случае будет вызываться. То есть, сюда мы также передаем callback. И здесь, допустим, в console.log мы можем выводить сообщение в finally, например. Да, если мы обновим страницу, то вне зависимости, есть ошибка или нет, у нас будет появляться console.log.finally. Проверим. Если я напишу здесь reject, то, несмотря на то, что есть ошибка, мы все равно получаем данный console.log. То есть, так это работает. Теперь давайте расскажу еще про некоторые полезные фишки, которые есть в промисах и которые упростят работу с асинхронностями. Для этого я закомментирую весь код и напишу небольшую функцию, которая будет называться sleep и которая будет добавлять определенную задержку. То есть, здесь я создам функцию sleep. Это функция, которая будет принимать в себя параметр ms, то есть миллисекунды. И данная функция будет вам возвращать новый промис, который принимает в себя параметр resolve. Трелочная функция. И здесь мы будем добавлять задержку с помощью setTimeout. SetTimeout, куда мы передаем также callback. Здесь мы будем вызывать метод resolve. И вы непосредственно в сам timeout мы будем передавать количество миллисекунд. Давайте все-таки я разобью несколько строчек, чтобы вам было видно, как в действительности работает этот метод. Так, здесь мне нужна фигурная скобка. То есть, примерно так это выглядит. То есть, по сути, у нас есть функция, возвращающая промис, и которая вызывает метод resolve через определенное количество миллисекунд, которые мы передаем. И как пользоваться теперь этой функцией? Ну, на самом деле, очень просто. Мы обращаемся к ней, говорим, что, допустим, мы хотим сделать задержку на 2 секунды. И дальше, после того, как все пройдет, в методе then мы будем, допустим, говорить console.log after two seconds. И то же самое мы можем сделать, например, для трех секунд. Если я все сохраню и обновлю страницу, то через 2 секунды и через 3 секунды появляется соответствующая консоль логи. То есть, как видите, этим удобно пользоваться, да, в отличие от setTimeout, потому что запись выглядит достаточно лаконично и удобно. И теперь на примере функции sleep я хочу показать еще две возможности в промисе. У глобального класса promise присутствуют еще два метода, первый из которых называется all. В данный метод мы передаем массив промисов. То есть, в нашем случае, учитывая, что функция sleep нам возвращает промис, то мы можем передавать сюда параметр sleep, например, с значением 2 секунды, и еще одну функцию sleep с значением, например, 3 секунды. То есть, у нас есть массив из двух промисов. И метод all, он нам также возвращает промис. То есть, у него есть методы then, catch, finally. И данный промис, который возвращается в методе all, будет выполнен только тогда, когда завершатся все промисы в этом массиве. То есть, давайте посмотрим, консоль лог all promises. Давайте здесь я поставлю на всякий случай 5 секунд, чтобы это было явно видно. Если я обновлю страницу, то давайте считать. То, по идее, через 2 секунды ничего не должно произойти, а через 5 секунд должно появиться сообщение all promises. Обновлю страницу. Ну и, в принципе, уже видно, что через 2 секунды не было никакого сообщения. Однако, через 5 секунд появилось сообщение all promises. То есть, несмотря на то, что данный промис был выполнен, метод promise all ждал, пока выполнятся остальные промисы. И промисами в данном случае могут являться, например, запросы к серверу, когда вам нужно подождать из разных endpoints набор данных для того, чтобы их скомбинировать. Это бывает очень удобно и, на самом деле, этим часто пользуются. И по аналогии с методом all у промисов присутствует другой метод, который называется raise. Давайте этот я оставлю. Значит, в метод raise мы также передаем массив из промисов. То есть, как видите, здесь я передаю ровно те же параметры, что и в метод all, но здесь я напишу raise promises. И что делает метод raise? По сути, он принимает набор промисов и когда выполнится первый промис, то есть, который быстрее всего выполняется, то тогда сразу же этот промис отработает. Если мы сейчас посмотрим, то через 2 секунды появится raise promises, а через 5 секунд появится уже all promises. То есть, это тоже бывает полезно в некоторых случаях, когда вам нужно определить, какой промис был первым выполнен. и на самом деле это все, что касается промисов. То есть, по сути, промисы – это определенная обертка над асинхронностью, которая просто добавляет удобства для написания кода. Более того, я скажу, что если вы смотрели предыдущие ролики из данной серии по продвинутому JavaScript, то у вас уже есть достаточный набор знаний, чтобы самим написать свой собственный класс промисов, который будет содержать в себе все вот эти вот интерфейсы. То есть, на самом деле, внутри промисы построены также на колбэках, на контексте, и вы можете сделать это самостоятельно. Надеюсь, что теперь вам стало понятнее с промисами, вам был полезен данный урок. Ну, а я на этом заканчиваю, и увидимся с вами в других видео.